Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня долгожданная пятница, релиз Non-Farm Perils, оценка состояния американского рынка труда. Это та самая статистика, которая станет источником крайне высокой волатильности на финансовых рынках. Поэтому, зная это, друзья, вы обязаны, простите меня за это слово, соблюдать правила риск-менеджмента. Сегодня на рынках будет очень жарко, потому что от тех данных, которые мы увидим в 12.30 по GMT, в прямом смысле будет зависеть то, что произойдет с американской валютой в перспективе самого ближайшего времени. Есть еще один козырь, это данные по инфляции, собственно, отчет следующей недели, когда точно сложится полностью весь пазл, и мы сможем ответить на вопрос, будет ли американский регулятор повышать ставку снова до конца этого года. Небольшой спойлер, он знак равно мое субъективное мнение. Я считаю, что нет. Поэтому, если вы следите за моим контентом довольно-таки давно, вы знаете, что я не настраиваюсь на какой-то оптимистичный релиз и отчет сегодня по выходу Non-Farm Perls. Я считаю, что статистика, скорее всего, разочарует с большой долей вероятности. Мы увидим слабые цифры, которые на следующей неделе также будут подтверждены еще снижением инфляции. И индекс доллара в связи с этим оступится. Но в то же время я хочу признать, что если сценарий будет другой, и мы увидим сильные Non-Farm и потом неожиданный рост индекса потребительских цен, даже не знаю, каким компонентом можно будет объяснить это локальное восстановление в инфляции, то тогда придется пересмотреть свое отношение к доллару, учитывая, что такой набор условий будет стимулировать, подталкивать Федрезерв к тому, чтобы, может быть, еще раз до конца этого года поднять ставку скромным шагом 25 базисных пунктов. Пока работаем по первому сценарию, ждем отчет, который имеет такое принципиальнейшее значение для всех финансовых рынков. Также в 12.30 по GMT выйдет статистика по рынку труда только Канады. Доллар канадец по-прежнему еще в нашем портфеле из-за роста цен на нефть и потенциального ожидания неплохих данных по канадскому рынку труда. Я надеюсь, что сегодня канадец может проявить характер и оказать какое-то локальное сопротивление американцу. А если еще сложится так, что и американская валюта приведет к снижению, тогда мы очень быстро приблизимся к нашей долгосрочной цели, которая находится на отметке 1.30. Давайте по порядку. Рынок нефти 85.12. Снова мы в районе 85 долларов за баррель. Быстро выкупили нефтяной актив. Но я, опять же, сейчас не рекомендую присоединяться к этому локальному ралли. Лучше подождать, как вообще будет закрыта неделя. Посмотреть еще раз, как нефть реагирует на то, что происходит с долларом. На следующей неделе мы точно вернемся к нефтянке и точно будут какие-то рекомендации. Но на долгосрок я по-прежнему оптимист, учитывая, что действительно ожидают рост спроса на нефть в этом году более чем на 2 миллиона баррелей в сутки из-за восстановления, скажем так, глобальной экономики. Не будем придираться к отдельным странам, но все-таки общий тренд на экономический рост он сохраняется. Что вкупе еще с снижением предложения со стороны стран ОПЕК+, формирует уже дефицит предложения. По факту, по цифрам, объективно мы, наверное, получим сведения, уже подтвержденные об этом либо в конце третьего квартала, либо в четвертом. Но я думаю, что дефицит все-таки будет признан. Мне кажется, это прямо очевидно. И на этом ралли нефтянки может быть продолжено. Индекс доллара текущей котировки 102.21. Снижение второй день подряд, лишь бы не накаркать и не спугнуть сейчас продавцов, которые вроде бы как проявляют характер. Вчера вышли данные по перечным заявкам на пособие безработицы. Отчет 227 тысяч с прошлого показателя 221 тысячи. Ну не то, чтобы прям совсем плохой велись. Но всегда, когда мы видим растущую динамику в именно этом показателе, больше, конечно же, таких негативных настроений, которые заставляют снова задуматься, о что в целом происходит с американским рынком труда. Ну хорошо, что сегодня нонфармы, они смогут нам в этом помочь разобраться. АСМ в сфере услуг вчера 52.7 фактически показатель снижения с 53.9. В зоне роста индекс остается, но тенденция негативная, нисходящая. Если еще и добавить к этому снижение индекса АСМ производственного сектора, то тоже как бы есть определенные вопросы к будущим показателям ВВП. То, что доллар так однозначно реагирует на макроэкономические данные, позволяет сделать вывод о том, что очень прямо он принял установку Федрезерва, то, что все зависит от статистики, точнее, будущего решения Федрезерва по ставке зависит от макроэкономических данных. Выходят хорошие данные, доллар растет, плохие доллар снижается. Поэтому сегодня, конечно же, максимум фокуса внимания на предстоящий релиз нонфарм параллс. Пока что по оценке вероятности изменения процентной ставки меньше 20%. Она составляет, что ставку поднимут в сентябре, и чуть больше 20%, что ее поднимут хотя бы раз до конца этого года. Если данные нонфарм параллс сегодня окажутся хуже, чем ожидают эксперты, например, как и по итогам июня, где-то в районе 200 тысяч, мы помним, тогда доллар отреагировал на это снижение, потому что 200 тысяч – это прям минимальный показатель за очень продолжительный период времени. Если июльский отчет будет похожим, то распродажи, думаю, что точно последуют. Плюс ко всему, еще будем анализировать темпы роста заработных плат. По прогнозам в этом выражении, этот показатель должен снизиться с 4,4% до 4,2%. Напоминаю, что зарплата – это один из компонентов, который обычно разгоняет инфляцию, положительная динамика в заработных платах. Если будет зафиксировано снижение, то лично для меня это будет очевидным аргументом ждать замедления инфляции. А снижение инфляции, в свою очередь, лишает Федрезерв уверенности в том, что нужно дальше тащить ставку вверх. Я сторонник продаж и, в принципе, рекомендую вам уже определиться для себя, какой сделки вы будете придерживаться. Золото – 1935 долларов за тройскую унцию, пока без изменений, сенсимент, толпа в продажах, трежерис на высоких уровнях и неопределенность по доллару. После инонфармов на следующей неделе вернемся к золоту, так же, как и в отношении рынка нефти. Думаю, что будут возможности для покупки рынка драгоценных металлов серебра, либо золота. У них, в принципе, довольно высокие показатели корреляции. Британская валюта 1,2732 – агрессивные распродажи постфактум решения Банка Англии по процентной ставке, но очень быстро фунт выкупили, и сейчас мы уже на локальных максимумах, на максимумах со вчерашней торговой сессии. Если открыть дневной таймфрейм, то можно увидеть очень хорошую техническую формацию по классике Билла Уильямса – разворотная свеча с ангуляцией. Для меня это хороший индикатор, такой важный технический паттерн, который может свидетельствовать о том, что британскую валюту могут потащить выше. Тем более, что основания для этого есть, учитывая, что британский регулятор признал, что из-за сохраняющегося инфляционного давления, скорее всего, ставку придется повышать и дальше. В этот раз ставка была повышена на 25 байсных пунктов до 5-25, между прочим, 14 раз подряд, максимум с 2008 года. Двое голосующих членов проголосовали за то, что ставку нужно было поднять на 50 байсных пунктов. Если бы у меня была возможность тоже внести свою лепту в это голосование, я был бы третьим, кто поддержал бы идею того, что нужно действовать сейчас в более агрессивном ключе. Что интересно, прогнозы по инфляции, они бредовые, честно говоря, потому что Банк Англии считает, что к середине следующего года инфляция снизится до 2,8%. Но это абсолютно нереалистично. Поэтому вот это заблуждение как раз Банк Англии, что удастся победить инфляцию, высокие значения, меня стимулирует к тому, чтобы сохранять длинные позиции по фунту, потому что в конечном счете Банк Англии осознает свою ошибку и начнет активнее повышать процентную ставку. Цели по процентной ставке до конца этого года в районе 6% они неизменны. Я по-прежнему считаю, что туда она и придет. Ранее аналитики Bloomberg также обозначали данный ориентир. Вложительный момент, что показатель экономического роста был пересмотрен с 0,25 до 0,5. Но особо не та эта динамика по экономическому росту, чтобы спровоцировать мощное ралли по инструменту. Но именно ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики должны помочь фунту выйти на новые локальные максимумы. И что касается доллара канадца 1,3350, сегодня ждем отчет по рынку труда, что США, что канадскому. Если увидим слабые данные по нонфармам и более-менее неплохой отчет по канадскому рынку труда, то допускаю, что пара доллар-канадец сегодня будет тестировать поддержку 1,3250. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.